Деревья у нас какие-то здесь опасные есть, старые. Спиливаете. Опасных деревьев нет, как и клещей. Об этом на православном кладбище на Мухино, как и впрочем на других, уже позаботились работники ГСТК. Установили и мусорные баки. Перед родительским днём сюда приходят родственники навести порядок на участках. Готовятся крадоницы и на Астрахановском кладбище. Подкрашиваем, подсыпаем, убираем травку, очищаем, потому что после зимы, естественно, мусор, грязь, опавшие листья, ветки всевозможные. Порядок наводим. Михаил делится, что многие места захоронений здесь заброшены. Кладбище не действующее. Зачастую убирать могилки просто некому. Иногда неравнодушные горожане облагораживают соседние участки. Помощь благовещенцам предлагает и муниципальное предприятие. По уборке мест захоронения, платная уборка, она недорогая, около 1000 рублей. То есть мы заключаем договора с населением, и люди, в общем-то, не знают проблем. Проводим уборку, присылаем фотоотчет, оказываем такую услугу. И делаем установки, то есть проводим благоустройство этих мест захоронений. Работа идет, говорят в ГСТК, но встречаются и трудности. Спил старых деревьев. Многие растут на земле, которая собственности. Вырубку таких производить без разрешения нельзя. Приходится искать решение. Между тем, после родительского дня, все 13 городских кладбищ будут осмотрены и убраны еще раз. В сам же день Радоницы к работе подключатся другие службы. Как и в прошлом году, сотрудники ДПС будут регулировать движение трафика в районе 8 и 17 километров. В этом году в обязательном порядке сотрудники ГИБДД по нашей просьбе также будут там работать. Есть уже у них соответствующие документы. Выставлены будут посты и будет регулировка проходить, потому что количество людей бывает очень большое. И без их помощи практически не обойдешься. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова